понять и признать это две разные вещи они все все понимают но никак не могут этого признать вот такими словами хочется начать этот ролик всем привет привет братва с вами снова я наш крутой оператор и сегодня через exit txl погнали черри exit является суббрендом компании черри это то же самое что toyota lexus идут так вот в одной этой стези пар параллельно и и черри exit это тоже самое рынке представлена единственная модель это черри exit txl и у меня есть что про нее сказать задняя часть автомобиля как вы думаете на что она похожа вот остановите поставьте на паузу и напишите в комментариях прямо сейчас на что похож зад txl porsche все правильно я хоть и знаю что черри да и вообще любой бренд не любит когда их тачки сравнивают с чем-то их божественные автомобили но все-таки txl очень похож на porsche на cayenne на панамер вот это все в новом стиле и все кто видит эту тачку в первый раз вы когда она вот я ее взял за городом где я живу сейчас тут много людей подходит спрашивает а это что новый porsche какой-то что это такое один человек сравнил вообще с ки спартаж но это было для меня унизительно пацаны ну какой кореец и вот это вот до рисовали эту тачку действительно круто и нарисовали ее прям старались нарисовать как спереди так и сзади вот это и есть отличие черри exit от черри то есть эта тачка нарисована более так под премиальные черты на мой взгляд машина очень похожа на тот же самый экстрелос и смотреть сбоку либо на мурана очень похоже перед у нее чистый range rover от чистый range rover и это доказывает еще то что все люди которые первый раз видят эту тачку с передней части автомобиля говорят что это range ровер потом обходят сзади говорят что это porsche porsche пацаны я считаю что они круто постарались над тем как нарисовать эту тачку но есть одни маленькие такие ну небольшие нюансы по дизайну именно с передней части автомобиля большинство людей говорят что зачем номерном багажник на этом на бампере зачем вы переносите постоянно но видимо говорят это те люди которым неудобно закрывать карточкой там номера свои чтобы или поднимать багажник я вам скажу так ребят вот с точки зрения технической да это сделано правильно и удобно во первых у вас рамка не трется не шоркается об краску об саму крышку багажник она не гремит то есть когда ты закрываешь открываешь или играет музыка она не гремит она у вас находится на бампере то есть пластик стукается а пластик и тут ничего такого нету также электро багажник куда же без него ведь это же премиальный бренд черек по багажнику тоже это отдельная тема он очень прикольный хоть и небольшого объема я не скажу что он какой-то большой или что-то плюс минус для своего класса нормальный багажник а вот и те самые интересные звуки которые издает передняя подвеска благодаря вашим любимым блогером слушаем сейчас закроем окна чтобы было получше слышно не знаю было вам слышно или нет сейчас заедем на лежачий полицейский я думаю вам все будет слышно и понятно вот и вы мне напишите в комментариях главное что это такое либо стойки либо втул как в telegram чате ребята описывали нету ну то есть там рулем когда груди щелчки какие-то кому-то уже рейку там приговорили по гарантии будут менять такого нет на этом автомобиле но вот я говорю что блогеры постарались сандалить эту тачку все небо зачем вообще точить тачку на бездорожье у которой даже нет спорта и вот спорта джим здесь есть нету режима бездорожья когда реально режим бездорожья он реально действует он реально работает он реально перераспределяет там крутящий момент по колесам за счет абы с этого всего и он работает зачем вот эту машину сюда тащить я не понимаю еще раз слушай о прям отчетливо слышно было вот вот такие вот пробои ладно бог с ним с пробоями а то что вот этот грохот идет да но опять же повторюсь этот пробег 25 тысяч почти в 25 тысяч эквивалентен пробегу обычного человека порядка 80 90 тысяч ну до 100 тысяч пробег вот и считайте повторитель поворота все здесь есть туманка у нас к сожалению не светодиодная обычная но она здесь есть она здесь присутствует много людей просто жалуются что в современных автомобилях нету противотуманок но они особо не нужны когда у тебя такой хороший свет есть конечно небольшие такие огрехи если посмотреть поближе сюда билет модулю то там можно увидеть крепление этого билет модуля ну вот фары здесь не адаптивные сразу скажу регулируются они из салона угол наклона вот в этом месте регулируется угол наклона фар то есть вверх вниз они регулируются электрически с этим все то в принципе на всех современных тачках с билет модулями ну относительно этого класса этой ценовой категории не будет адаптивных фар если вы покупаете естественно новый автомобиль также здесь стоит умная система парковки автомобиля то есть по факту она сама может также парковаться даже сонара здесь боковые присутствуют все это есть колеса 19 55 профиль 225 ширина узковаты узковаты и как я уже говорил переднюю подвеску убили но если брать в целом целый автомобиль целую подвеску этого автомобиля то она здесь на мой взгляд сильно зажата ребят сейчас должен выйти уже вот-вот рестайлинг этого автомобиля и я очень надеюсь что с рестайлингом они переработали хари по крайней мере для нас для россии подвеску и сделают ее чуть помягче рулится этот автомобиль однозначно отлично тавтологии пошли тавтологии такие как я люблю эту хрень в общем рулится она нормально для этих размеров этого дорожного просвета коробка коробка семиступенчатая как я уже говорил грубо говоря преселективный робот с двумя мокрыми сцеплениями на полный привод ну и его блогеры умудрились ухерачить просто вот в хламину ухерачить коробка пинается я конечно понимаю что это возможно все можно сейчас убрать адаптации коробки перепрошивкой коробки но на данный момент то как ее изнахратили блогеры ваши всеми любимые блогеры не поддается вообще никакому логическому заключению зачем надо было таскать эту тачку по этим глиняным карьером я не понимаю но в принципе тачка прошла все это достойно на самом деле то есть никаких пробуксовых сцепы нету даже когда резко трогаешься опять же современные коробки проселективные двумя сцеплениями да и производитель пытается сделать так чтобы коробка прошла нам как можно больше без каких-либо поломок а как он это делает он делает это очень просто берет и программно ограничивает крутящий момент передающийся на коробку с нуля то есть если здесь сесть в тачку нажать резко газ то у вас будет за тут порядка трех секунд три секунды это на мой взгляд очень много а так как тачка у нас весит 2 тонны 80 килограмм в полной загрузке вот в полной загрузке то вот этот три секунды это будет очень много когда ты идешь на обгон даже на ходу эти три секунды они ощущаются не говоря уже отрога не смест но в целом автомобиль получился довольно таки красиво нарисованным продуман передний ряд сидений очень продуман а теперь я предлагаю перейти в салон этого автомобиля и рассмотреть по мелочам вот по самым маленьким мелочам салон этого автомобиля ну вот мы с вами переместились в салон автомобиля начать хочется со всего подряд ну камера 360 она здесь присутствует и и хорошо парктроники в круг это я уже говорил apple car play здесь работает все нормально по звуку мультимедийки он для меня здесь остается очень странным здесь есть несколько настроек для водителя для пассажира и отключен этот ультразвук какой-то их есть машины в которых звук чуть получше ну почище потому что здесь он такой грязноватый все в кашу климат-контроль здесь двухзонный выполнен он очень так интересно такими кругляшами в которых все отображается что еще вам нужно знать нужно знать что индикация печки то есть насколько интенсивность потока воздуха у вас работает она сделана не очень внятно где-то там горят оранжевые такие лампочки которые еле-еле видно днем и не дублируется это все на экран мультимедиа бардачок бардачок здесь среднего размера как бы микролифт все это дело есть опять же 2 usb прикуриватель обычный можно сюда поставить подлокотник у нас открывается очень элегантно и он очень глубокий то есть чтобы вы понимали ну где-то вот так вот он помещается рука у меня туда с этим всем кожзам все нормально опять же шайба управления громкости очень круто сделано автохолд крышка багажника открывается здесь ручник электрический управление меню все есть у даже какая-то заглушка то есть у нас максималочка но заглушка все равно должна быть руль не стандартный здесь у нас вот такой вот сделан профиль квадратный не круглый но держать в принципе удобно единственное что вот в этих местах он конечно такой островатый но это опять же мои все придирки лепестки как я уже говорил полированный алюминий сделаны под полированный алюминий датчик света датчик дождя все здесь есть но сигнал надпись exit здесь у нас отключение парктронников регулировка света отключение стабилизации она здесь отключена вот вот еще раз коп все она здесь отключается режима здесь вождения всего два это ну стандартный наверное это эконом все-таки эко режим и режим спорт вот в режиме спорт у нас загорается просто надпись спорт на приборке кнопка спорта у селектора загорается красным атмосферная подсветка у нас присутствует вот здесь что нас видится посреди панели и еле еле видно в зависимости от того какой режим вы включаете спорт или обычный вот сейчас стоит спорте она горит красным если мы переведем ее в обычный то она здесь будет гореть голубым вот но сейчас это вообще не видно вот так вот красный видно а голубой не видно в общем просто знайте что подсветка здесь у нас есть атмосферная хочется очень акцентировать ваше внимание на вот этом селекторе коробки передач он здесь выполнен в такой прикольной форме необычной вот в чем его особенность и я считаю это существенный косяк то есть когда мы с паркинга хотим включить d режим d у нас включается сразу одним нажатием назад если же мы хотим включить с d заднюю скорость заднюю передачу то ни одним движением а двумя нам нужно переключить селектор кпп то есть что мешало сделать чтобы просто одним нажатием таким как бы двойным до переводить селектор сразу из d в n мне непонятно но говорят что к этому быстро привыкают но к сожалению я вот за все время езды на этом автомобиле не привык к этому для меня это дико что нужно два раза вот так вот дергать перейдем ну что мой любимый тест вывешивание подвески собственно вот так вот это все дело выглядит смотрите сами как вывешивается колесо здесь можно немного наблюдать заднюю подвеску вот так вот у нас это аморк такой здоровенный вот колесо висит все с этим порядке и давайте вот здесь глянем у нас счетом под днищем да как то вот так это все дело выглядит но надо отдать должное что все-таки со стороны когда смотришь сбоку сзади спереди у этого автомобиля глище ровным кажется вот кстати здесь можете наблюдать свес сколько остается ну собственно вы скажете да здесь и твой rapid проезжает здесь суть в том чтобы вывесить колесо показать вам насколько она будет вывешиваться когда какой ход подвески потому что здесь это реально увидеть смотрите здесь как ушло колесо да кстати распущилась как будто бы скучно но нет два и два очка вот смотрите качаю вот она все вывесилась и очень интересно потому что черри тига 8 про здесь у нас буксовал когда вывешивали колеса потому что ему не хватало перекидывания момента на заднюю ось как здесь будет сейчас выезжать эта машина ну-ка здесь как у нас вау что-то здесь все поскрипывает но суть вы поняли да колесо вывесил так ну и давайте вот сейчас выезжаем отсюда так букса нули слегка так ой-ой-ой кажется я закрыл забыть багажник давайте его закроем спросите меня стоит ли эта машина денег своих два с половиной миллиона она в топе стоит я скажу что возможно да кому-то эта тачка просто идеальнейший заходит кто-то ее прям ну души в ней не чает опять же повторюсь нет ни одной машины в которой были бы одни сплошные плюсы и не было бы минусов во всех машинах есть свои плюсы свои минусы и на эту машину найдется свой покупатель с учетом того что расход 8 и 8 литра парни 8 и 8 литра 2 с лишним тонны вес автомобиля я считаю это прикольно огромное спасибо что посмотрели видос не забывайте подписываться ставят лайки также переходите по ссылкам в описании этого видео подписывайтесь на все мои соц сети и будет с вами удача огромное всем спасибо и пока